В Чебоксарах еще одним стадионом стало больше. Сегодня учащиеся 4-го лицея отметили день рождения новой спортивной площадки. Окончание строительства этого стадиона жители района ждали с нетерпением. Ведь теперь в шаговой доступности есть собственная спортивная площадка. Новый стадион уже посетили первые лица города и республики. На самом деле, вот мечта сбывается, мы все находимся, видим волочию и убеждаемся, что этот стадион прекрасный, современный, сделан, построен, короткие сроки, все условия для того, кто хочет заниматься, прогуляться, продержаться, потянуться, все условия есть. Гостей лицеисты встретили ярким флешмобом. Кстати, здесь обучаются юные хоккеисты, баскетболисты, футболисты и другие победители республиканских и всероссийских стартов по фигурному катанию, лыжным гонкам и биатлону. Им и доверили открыть стадион. Я вас поздравляю с днем города и поздравляю вас с открытием этой замечательной спортивной площадки. Но я думаю, что вместе мы с вами подумаем и придумываем что-то еще, чтобы во всех школах были такие спортивные залы, причем неважно, это город или это поселок, село, и чтобы в каждом двое были такие площадки. Ну и для нас, конечно, очень важно с вами побеждать. На реконструкцию этого стадиона было выделено порядка 31 миллиона рублей, как из республиканского бюджета, так и из федерального. Здесь есть футбольное поле с искусственным покрытием, которое уже оценили представители город-администрации. Они сыграли футбол с гостями Чувашии, пилотажной группой Стрижи. Сами ученики и их родители опробовали все – баскетбольную, волейбольную, хоккейную площадки и, конечно же, беговые дорожки с синтетическим покрытием. Это очень важно, потому что нам теперь есть где заниматься, будем больше времени уделять спорту. Можно просто так выйти, например, погулять и на этот стадион зайти и во что-нибудь поиграть, баскетбол, футбол. Наконец-то теперь появились нормальные турники, можно подтягиваться хорошо. Ну, это очень важно, потому что нужно физически развиваться. Подобный стадион, он давно уже был нужен в нашем юго-западном районе, потому что и дети, и взрослые все хотят заниматься спортом. И особенно наши ученики, ученики нашей школы. Но теперь у нас есть где заняться спортом. Я думаю, не только школьники, но и жители все окрестные будут сюда приходить и заниматься. Этот стадион станет важным как для занятия спортом детей, так и родителей. Мы тоже будем приходить сюда, заниматься по мере возможностей. Очень хороший стадион. Планируется, что уже в будущем учебном году спортивное сооружение получит статус межшкольного центра тестирования комплекса ГТО. Поэтому пустовать стадиону никто не даст. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин